К мирному небу над головой. По данным МЧС России, в нашей стране сейчас прибывают около 12 тысяч беженцев из Украины. Это официальная статистика, так их больше полумиллиона. В основном жители Юго-Востока располагаются в пограничных областях Ростовской, Белгородской. Людей, которые бегут от войны, боясь за собственную жизнь, становится все больше. Их начали принимать и другие регионы России. Приезжают беженцы и в Сургут. Об ужасах боевых действий с первых уст. Елизар родился и вырос в Украине. В родном Славянске у мальчика осталось все. Друзья, бабушки, дедушки. Места, которые он хорошо знал с самого детства. Теперь, спрашивая у Елизара о планах на будущее, взрослый, ведь уже 7 лет, ребенок однозначно отвечает. Учиться в школе, в институте, только в армию ни за что не пойду. Нет, боюсь. Там друг друга стрелят. Да, не стреляют. Да, стреляют. А где ты видел? Да, я видел, что они там творят. В ботанках лазят, блядут со снарядом, и люди стреляют друг в друга. Вот это в армии называется. Армия в понимании Елизара для того, чтобы учиться убивать и стрелять по своим, а не для того, чтобы защищать родину. Такое же мнение о вооруженных силах сложилось и у родителей мальчика. Евгений и Инна приехали в Сургут к родственникам ровно неделю назад. Добирались на машине. Еле получилось достать бензин, потому что АЗС разбомбили. В авто упаковали только вещи первой необходимости. Кто будет думать о квартире? Когда под угрозой жизнь? Если поначалу с автомата стрелять, только начинали где-то вдалеке, уже прятались все. То есть ребенок гулял на улице, он домой прибегал сразу. Дошло уже до того, даже где-то в полукилометре, даже взрывнотомно бьют, они уже не идут домой. Страшно, когда у гаубицы бьют, когда грохот по всему городу стоит, или с установки град обстреливают. Тогда люди прячутся, потому что понимают, что он неизвестно куда и когда прилетит. Евгения и Инну еще пару месяцев назад позвали в Сургут родственники. Но семья, которая всю жизнь прожила в Украине, до последнего верила, что все образуется. Твердое решение, надо ехать. Пришло, когда, проснувшись утром, Борисовы увидели на их доме следы от пуль. Такие ужасы показывают по новостям, в средствах массовой информации. И еще тем более в самом сердце эпицентры, получается, живут. Поэтому, конечно, как иначе. Вопросов не было даже. Позвали ее. Ушли много друзей в ополчение. Родственники тоже остались. Мама осталась. Ну, как люди пожилого возраста остались, конечно. Родители мои остались. Брат младший остался. Звонят. Стреляют, стреляют. Воды нету. Свет то есть, то нету. Связь тоже появится, то пропадет. Продукты, если есть, то они уже в три дорога. Пока семья Борисовых живет у родственников. Евгений и Инна хотели пойти работать. Однако, обратившись в УФМС, чтобы получить статус беженцев, никаких объяснений не получили. Теперь ждут, когда в миграционной службе им хоть что-то разъяснят. Супруги однозначно заявляют, в Украину больше возвращаться не хотят. Страшно это, когда под ухом рвутся бомбы и гибнут люди. А ты привык. Дарья Давыдова, Сергей Коликов. Сургут Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.